День выдался на редкой жарке. Зайчатам не хотелось ни бегать, ни прыгать, ни кувыркаться в траве, а только лежать где-нибудь в тени, прячась от палящих солнечных лучей. Лишь только младший из них, зайчонок по имени Шустрик, не мог усидеть на одном месте. Такой уж характер у него был, слишком прыгучий. И в тот день он напрасно уговаривал своих братцев вместе с ним прогуляться до земляничного пригорка и полакомиться ягодами. Те никак не желали выходить из-под густой тени лопуха. Поэтому Шустрик захватил берестяной верерко и отправился один. Вскоре зайчонок добрался до заветного места. Именно здесь, на травянистом пригорке, росла самая вкусная земляника во всем лесу. Он забрался повыше, где обычно скрывались под листьями крупные ягоды, но вдруг остановился, увидев на вершине незнакомое деревце. Присмотрелся получше и удивился. Странное какое-то деревце, неизвестное. Шустрик недоуменно повел ушами. Он был уверен, что еще несколько дней назад ничего, кроме земляники, тут не росло. Шустрик подошел поближе, пригляделся, принюхался, прикоснулся к стволу лапкой. Кора была теплая и очень сухая. Листья совсем поникли и ветви устало опустились к земле. — Наверное, ему не хватает воды, — догадался Шустрик. — Надо же, какое нежное деревце! И Шустрику было чему удивляться, ведь лесные деревья никто никогда не поливает. Они такие сильные, что растут сами по себе. Он взглянул в небо, а там ясно. Ни одного облачка, только жаркое летнее солнце светит в полную силу. — Так ты совсем засохнешь, — покачал головой зайчонок. И ему показалось, что деревце жалобно вздохнуло в ответ. Тогда Шустрик схватил ведерко и помчался за водой. Он совсем запыхался, пока добрался до ручья, но задерживаться не стал. Набрал воды и назад, на пригорок. — Вот, пей на здоровье! — сказал зайчонок и вылил воду прямо под корни неизвестного деревца. Вода быстро впиталась в сухую землю, и дерево как-то сразу приободрилось. Зашелестело листьями, взмахнуло ветвями, как будто проснулось. А потом вдруг одна ветка опустилась вниз и оказалась прямо перед Шустриком. Но теперь на ней были не только листья. Зайчонок присмотрелся и ахнул. На ветке, как какие-нибудь обыкновенные шишки, висели крупные оранжевые морковки. — Вот это да! — обрадовался Шустрик, срывая угощение. Осторожно попробовал морковку и запрыгал от радости. Она оказалась сочная, сладкая, хрустящая, как раз такая, какую Шустрик больше всего любил. — Вот спасибо так спасибо! — приговаривал он, собирая морковки в кучку. Их оказалось так много, что за один раз было не унести. Зайчонок положил в ведерко несколько штук и снова обратился к деревцу. — Ты погоди немножко, я сейчас братьев позову, пусть они тоже полакомятся. А потом мы вместе столько воды принесем, что тебе надолго хватит. Деревце радостно зашелестело в ответ и помахало на прощание веточкой. Шустрик со всех ног помчался к дому. Ему не терпелось поразить братьев удивительной историей и необычным угощением. — Скорее, скорее! — закричал он еще издали, скатываясь с горки. — Бежим все за мной! Я нашел такое дерево! — Вот еще! — сонно проворчал один из братьев. — Бегать в такую жару! Что мы деревьев в лесу не видели? — Таких вы точно не видели! Это дерево, на котором растет морковка! Радостно выпарил зайчонок и помахал перед собой полным ведерком. — Вот оно, что мне подарило! Попробуйте, какая вкусная! Зайчат мигом слетел сон. — Еще бы! Кто ж не любит морковку? — Как это подарила? А где она растет? А там еще есть? Вопросы так и посыпались на младшего брата. — Скорее, побежали! Морковки там полно! Еще я деревцу обещал, что мы принесем ему воды. — Договаривал зайчонок уже на бегу, потому что старшие братья бросились в лес чуть ли не вперед него. Как известно, зайцы бегают быстро, а еще быстрее, если знают, что в конце пути их ждет угощение. Поэтому они похватали пустые ведерки и мигом оказались у холма, на котором одиноко стояло волшебное дерево. Братья так разволновались, что совсем забыли об осторожности, и вместо того, чтобы внимательно осмотреться, прежде чем выбегать на открытую местность, они на полной скорости взлетели на вершину. А делать этого ни в коем случае не стоило, потому что в траве под деревом сидел волк Грублин и задумчиво рассматривал сложенную в кучку морковку. Он не понимал, откуда в лесу взялись овощи, и заодно расстраивался, что морковку он не ест. Даже на его волчий взгляд морковка была чудо как хороша. Когда братья вбежали на вершину холма, они чуть не врезались Грублины своими ушастыми головами. От такой наглости волк сначала растерялся, потом грозно нахмурился и в два счета сцапал шустрика. «Это что за беготня?» — рыкнул он и щелкнул зубами. Зайчонок зажмурился от страха. «Вот тебе и раз!» — хотел поделиться с братьями угощением, а сам привел их прямо в пасть к голодному волку. «Разбегайтесь, братцы!» — пискнул он. Но братья, конечно, не оставили его в беде. Они стали наперебой просить волка отпустить шустрика. «А с чего это я должен его отпускать?» — удивился Грублин. «Я его по-честному поймал, теперь имею право съесть». И снова щелкнул зубами. «Не ешь его, дядя Грублин!» — снова запричитали зайчата. «Он тебе расскажет про удивительное дерево». «Какое такое дерево?» — недоверчиво спросил волк. «Зачем мне это? Деревом сыт не будешь». «А вот и будешь!» — возразил шустрика. Словно подслушав их разговор, откуда-то сверху опустилась ветка, увешанная толстыми сосисками. Они закачались прямо перед носом у волка. Грублин раскрыл от удивления пасть и разжал лапы, выпустив шустрика. «Что это?» — поразился он. «То самое волшебное дерево!» — объяснил шустрика, отскочив подальше от волка. «Ну, на всякий случай!» «А ну что, тебя тоже сосисками угощало?» — изумился Грублин. «Нет!» — засмеялся зайчонок. «Зачем мне сосиски? Я морковку люблю!» Волк сорвал с ветки одну сосиску и осторожно положил в пасть. «Кто знает, что у этих зайцев на уме!» «Может быть, просто какая-то глупая шутка!» Но сосиска оказалась самой настоящей и очень вкусной. Первую сосиску он съел медленно, не веря своей удаче, а потом стал уплетать угощение так быстро, что только довольное чавканье разносилось вокруг. «Дядя Грублин, а можно нам нашу морковку забрать?» — осмелился спросить шустрика. «Забирайте! На что она мне?» — отмахнулся волк. Шустрик погладил деревце по стволу. «Спасибо!» — сказал он. «Угу, шпашиба!» — пробубнил волк с набитым ртом. Деревце в ответ затрясло листвой и замахало ветками, а потом расцвело капустными листьями и сбросило прямо под ноги зайца маленькие крепкие качанчики. Похоже на зеленые мячики, они весело покатились по траве. «Ура!» — закричали братья. «А мне?» — немного обиженно спросил волк и задрал голову вверх. «Я тоже спасибо!» — сказал. Спустя мгновение ему прямо на голову упала здоровенная палка колбасы. Но Грублин не стал жаловаться. Наоборот, он обнял колбасу как родную и шумно втянул в себя ее аромат. «С таким деревом и зимой с голоду не пропадешь!» — пробормотал он. «Ой, братцы, а про воду-то мы совсем забыли?» — воскликнул шустрик. «Надо же деревце полить!» Побежали к ручью, и зайчата, побросав морковку и капусту, наперегонки помчались к воде. Но когда они вернулись с полными ведрами назад, их ждал неприятный сюрприз. Оказывается, пока их не было, Грублин времени зря не терял. Он построил вокруг деревоограду из сучьев и веток, и теперь сидел под нею и следил, чтобы внутрь никто не попал. Время от времени волк посматривал вверх и, если видел какую-нибудь пташку, махал палкой, чтобы ее тоже отогнать. «Стоять! Ближе не подходить!» — вот какими словами встретил волк, вернувшихся с ручья зайчат. «Ты что это делаешь, дядя Грублин?» — спросил удивленный шустрик. «Чудо-дерево охраняю! Разве не видно? Теперь оно под моей защитой!» — щелкнул зубами волк. «А от кого охраняешь?» — «От разных голодных ртов, разумеется!» «Вон птицы налетели, дерево их ягодами угощать стало, вы тут носитесь со своей морковкой, всех не прокормишь!» «А вдруг у него съедобные чудеса закончатся, и я без сосисок останусь?» «Ну это не честно! Шустрик первым нашел дерево!» — взмутились зайчата. «Да ну вас!» — нахмурился Грублин. «Сказано не подходить, и все!» «А как же мы сможем полить его, если нам за ограду нельзя?» — растерялся Шустрик. «Деревце же пить хочет! Мы ему воды принесли!» Волк задумался. Деревце грустно шелестело листьями и тянуло тонкие веточки за ограду. Из леса прилетела стая воробьев и расселась на ветках. Среди листвы тут же появилось несколько ягод. Угощение для птиц! Но Грублин, заметив воробьев, жутко разозлился и согнал их палкой. «Смотри, дядя Волк, у деревца уже листья пожелтели!» — заметил Шустрик. «Ничего не пожелтели!» — рассердился Волк. «Это на свету вам так кажется! А ну-ка уходите все отсюда! Где это видно, чтобы дерево в лесу поливали? Дождь пойдет, вот оно и напьется!» «А если не будет дождя?» — тихо спросил Шустрик. «Молчать!» — рассверепел Волк и так лязгнул зубами, что зайчата опрометью бросились вниз с холма. В плохом настроении возвращались они домой. Очень тревожно было им оставлять деревца наедине с Волком. Шустрик просто места себе не находил от волнения. Ну что он мог сделать? «Ну не переживай так!» — утешали его остальные зайчата. «Завтра утром первым делом проведаем деревца и найдем способ полить его. Может быть, ночью все-таки пойдет дождь?» Но Шустрик глянил на небо и только головой покачал. На небе не было ни облачка. Грублин тем временем ходил кругами вдоль ограды и грозно посматривал по сторонам. Воробьи улетели, зайцы убежали, но Волк продолжал бдительно охранять территорию. Правда, постепенно шаги его становились медленнее. Съеденные сосиски и колбаса так приятно отяжелили его, что неудержимо хотелось спать. В конце концов он широко зевнул и улегся в тень на мягкую траву. «Я только немножко подремлю!» — устало пропормотал Грублин и тут же провалился в сытый крепкий сон. И не видел он, как листья на деревце сначала пожелтели, а потом высохли и начали один за другим опадать на землю. Волшебное дерево тряхнуло ветками и на волка посыпался целый ворох у вядшей листовы. Но тот только перевернулся на другой бок и громко захрапел. А Шустрик не мог дождаться утра. Ночью он постоянно просыпался, а чуть расцвело, принялся будить братьев. «Скорее, скорее!» — чует мое сердце. «Чудо-деревцу нужна помощь!» В утренних сумерках они прибежали к пригорку. Вокруг все было тихо. Наученные горьким опытом, они тихонько забрались на вершину и увидели спящего волка. А деревце зайчата с трудом узнали. Так оно изменилось. «Ах! Засохло!» — в отчаянии закричал Шустрик. Он со слезами на глаза глядел на безжизненно поникшие ветви, на кучу облетевших листьев, укрывших Грублина словно желтое одеяло. Не помня себя от горя, Шустрик кинулся к спящему волку и стал дубасить его лапами. «Это все из-за тебя!» — кричал он. Волк вскочил на лапы, и листья с него так и посыпались. «А? Что? Где?» — завопил он. «Ты посмотри, что ты натворил!» — колотил его зайчонок. «Посмотри, что ты сделал с деревом!» «Это не я!» — отозвался Грублина, взглянув на засохшее дерево. «Я не виноват!» «Еще как виноват! Зачем ты построил эту дурацкую ограду?» «А откуда я мог знать, что так случилось?» — оправдывался волк. «Ни одно нормальное лесное дерево не засохнет за одну ночь». «Это было не какое-то нормальное дерево. Оно было волшебное. Оно угощало тебя сосисками!» — наступали на волка зайчата. А Грублин пятился от них, пока не уперся в собственную ограду. Он выглядел растерянным. «Что за шум?» — раздался босовитый голос, и на пригорок взобрался медведь Михалыч. Он с интересом смотрел на зайчат, который теснили к ограде волка. Такое он видел впервые. «Никакого шума!» — нервно сглотнул Грублин и одним прыжком перемахнул через ограду. «Прошу прощения, но мне пора». И только серый хвост мелькнул в траве и исчез. «Дядя Михалыч, что нам делать? Помоги!» — заплакал шустрик. Медведь выслушал сбивчивый рассказ о чудо-деревце и удивился. «Неужто и правда морковка на ветвях росла?» «И сосиски, и капуста! Мы его полить хотели, а волк нас прогнал!» «Вот это чудеса!» — покачал головой Михалыч. «Может, еще не поздно. Давайте все-таки попробуем его полить». Они сходили за водой и как следует полили деревце, но вода не оживила его. Ни одна веточка не шелохнулась в ответ. Шустрик снова горько заплакал, и вскоре уже рыдали и остальные зайчата. И даже медведь потер глаза лапами. Жалко было деревце, которое погибло из-за глупой жадности Грублина. «Смотрите, смотрите!» — вдруг закричали братья. Одна из засохших веточек с трудом поднялась и ласково погладила шустрико по пушистым ушкам. Чудо-деревце уронило зайчонку на лапу чистую каплю воды, похожую на слезинку. Эта капля сверкнула на солнце, а потом неожиданно обернулась круглым коричневым семечком. «Посмотри, оно дало тебе семечко!» — обступили шустрико братья. «Ничего себе!» — удивился Михалыч. «А вы вот что сделаете! Посадите-ка это семечко в землю! Может, из него что-то и вырастет!» «Хорошо, так мы и сделаем!» — вытер слезы шустрик. «Если получится, я обязательно приду посмотреть!» — пообещал медведь. «Вдруг оно и меня чем-нибудь угостит!» Зайчата долго выбирали место, где посадить волшебное семечко. Им хотелось, чтобы будущее деревца было укрыто от ветра и непогоды, чтобы получало достаточно солнца и воды, и чтобы оно было неподалеку от их дома, ведь деревцу было нужно постоянное внимание и забота. И, наконец, подходящее место нашли. Семечко посадили в землю, полили и с волнением принялись ждать, что из этого выйдет. Слух о необыкновенном дереве разлетелся по лесу, и посмотреть на чудо сбежались и слетели все лесные обитатели. Тут были бобры и зайцы, мыши и ежи, пришла даже лиса, присев в сторонке. Птицы расположились на ближайших деревьев и взволнованно щебетали, но не было видно только волка. Ждать пришлось долго. Сначала из земли показался веселый светло-зеленый росток и радостно закивал зайчатам. Ура, ура! Запрыгали они! А росток устремился вверх, протянул к небу нежные листики, выпустил тонкие веточки, которые на глазах становились все толще, постепенно темнели и покрывались корой. Деревце набирало силу, и чем выше оно становилось, тем больше радовались все звери и птицы. Шустык стоял у самого ствола и щедро поливал землю родниковой водой. Прошло совсем немного времени, и чудо-деревце осыпало лесных обитателей сочными свежими овощами и фруктами, чего тут только не было. И яблоки, и груши, и виноград, и самые разные орехи, и капуста с морковкой, конечно же. А потом вдруг на нижней самой крепкой ветке начало расти и надуваться что-то большое и круглое. И очень скоро всем стало понятно, что это не что иное, как бочонок с медом. «Это же для Михалыча!» – закричали зайчата. «Надо скорее его позвать!» «А я уже тут!» – раздался босовитый голос медведя. Он подошел поближе, понюхал свежевыросшую бочку и уважительно посмотрел на деревце. «Вот спасибо!» «Ну, а где же хваленые сосиски?» – не выдержала лиса. Но деревце отрицательно закачало ветками из стороны в сторону. Оно отказывалось выращивать сосиски. И правильно! – одобрительно кивнул медведь. «Овощи надо есть и фрукты, в них витамины. А что в сосисках?» «Да ничего!» Лиса печально вздохнула. Тогда деревце пожалело ее и вырастило большой кусок сыра. «А мне к вам можно?» – вдруг высунулась из кустов большая волчья голова. Это был грублин. Вид у него был очень виноватый, а в передней лапе он держал ведро с водой. «Я больше не буду жадничать!» «Это ты у деревца спрашивай. Не знаю, простит ли оно тебя?» – сердито заявил Шустрик. «Прости меня, я виноват!» – опустив голову, пробормотал волк, подойдя к чудо-деревцу. И вылил ведро воды ему под корни. Все затаили дыхание. Деревце гордо выпрямилось, тряхнуло листиками. А потом вдруг протянуло волку кусок сыра, такой же, как у лисы. И всем сразу стало ясно, что грублин прощен. «Вы посмотрите, какое оно доброе!» – прошептал зайчонок и погладил лапой теплый ствол. И деревце в ответ потрепало его за ушко нежным зеленым листком. А потом был веселый праздник. Деревце угощало всех самыми любимыми лакомствами, а звери и птицы принесли для него воды кто сколько смог. Больше всех старался волк, который даже наполнил огромную бочку про запас. Со временем он вообще поселился неподалеку, чтобы было удобнее приходить к деревцу каждый день. Волк разговаривал с ним, поливал, а деревце дарило ему сыр, который грублин очень полюбил. Бывало, сидит волк под деревом, и вид у него такой строгий, что какой-нибудь мышонок спрашивает робко, «Дядя Грублин, а можно мне вон то яблоко с вашего дерева?» Тогда волк улыбается в ответ и отвечает, «Ты ошибаешься, дружок, это не мое дерево, оно выросло для всех, а я с ним просто дружу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова